Широко открыли двери для прессы впервые за 80 лет на предприятии авиадвигатель. Журналистам показали, что называется внутреннюю кухню. И поведали о том, как производят и испытывают ПД-14, новый авиационный двигатель, который создают для российского самолета МС-21. Впервые продемонстрировали и открытый испытательный стенд. Репортаж Юлии Зыковой. Открытый стенд в районе села Фролы. Сейчас тут установлен ПД-14, перспективный двигатель тягой 14 тонн. Он проходит серию циклических испытаний. Это имитация полетного режима, от запуска до полной остановки. Здесь же проводят измерения уровня шума. Специалисты рассказывают, позади множество натурных испытаний с забросом в работающий двигатель птицы, града, воды и пыли, с имитацией сильного бокового ветра. Словом, все, что требует провести международные нормы безопасности. Вот эти все огромное количество испытаний дорогостоящих провели на 13 двигателях, которые для этого специально изготовили и ломали их с удовольствием, чтобы показать, насколько надежна эта машина. И в октябре прошлого года мы получили сертификат типа. Этот документ разрешает производить двигатель серийно, разрешает ставить его на самолет и разрешает возить пассажиров. К проекту ПД-14 в мире пристальное внимание, ведь это первый авиадвигатель, который создают в России после распада Советского Союза. В Пермском конструкторском бюро говорят, работа идет в условиях жесткой конкуренции с американскими коллегами, компанией Pratt & Whitney. Их двигатель, как и пермский, тоже разработали для пассажирского лайнера MS-21. Какой предпочесть будут решать авиакомпании. Все это заставило наших разработчиков создавать и осваивать новые технологии и материалы. Специалисты показали некоторые образцы. Есть очень сильные требования по массе. То есть самолет, чем он легче, тем он, естественно, экономичнее, тем билеты дешевле, да, понятно все это дело. И мы специализируемся на изготовлении, ну, на разработке, точнее, деталей из композиционных материалов. Есть сотовые конструкции, ну, и трубчатые конструкции. Также, помимо прочего, наш отдел занимается тем, что наши узлы оснащены системой звукопоглощения. Все материалы проходят проверку на прочность и надежность в специальной лаборатории. Здесь несколько тысяч образцов, которые изготавливает роботизированный комплекс. Недавно на предприятии начала работать и уникальная установка для испытаний трансмиссии и систем смазки двигателей. А в Центре акустических исследований специалисты работают над снижением уровня шума. На сегодняшний день на летающей лаборатории двигатель полностью подтвердил все эксплуатационные характеристики двигателя. Это и экономичность топливная, и эффективность двигателя, это все тяговые характеристики. Ну, сейчас мы ждем с потерпением выхода уже на самолет МС-21, чтобы подтвердить уже в предельных холоде. Это в Якутске, это в Дубае, в жару на высоте 12 километров. Сейчас первые два самолета летают с американскими двигателями, потому что американцы начали почти на 10 лет раньше нас делать такой двигатель. Поэтому сейчас они летают. И третий самолет собирается под двигатели ПД-14, которые уже изготовлены и находятся здесь у нас на ответственном хранении. Пермский ПД-14 вскоре можно будет увидеть на авиакосмическом салоне «Макс». С 27 августа в Жуковском он будет демонстрироваться на крыле летающей лаборатории ИЛ-76. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.